всем привет нам пришлось экстренно вылететь из москвы в пятигорск так как не стало моей бабушки нас не было дома почти полгода вот так все заросло в огороде вызвал косильщика сейчас приедет все покосит мне с моей спиной пока нельзя поднимать более пяти килограмм подготовил машину к отправке в москву на ней ездил мой отец после его смерти машина стояла полгода в гараже под солнцем высохли все прокладки стала скрипеть отогнал автосервис все сделал нашел кто отгонит машину на автовозе в москву наговорился с ребятами вышла отправка в пятигорск москва 25 тысяч то же самое если бы я сам ее гнал пришла в москву в целостности гнал «Глава» гнал «Глава» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот так Аполлон засыпает каждый вечер Записались до остеопата Субтитры создавал DimaTorzok 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 Приехали в гости в Георгиюс Приехали в гости в Георгиюс До Аполлона Таюраной сестрички Мы в Москве, пару фоток сделали на память. Сейчас едем на монтаж красивого дома. Не переключайтесь, очень интересный объект. Субтитры делал DimaTorzok Добрый день, вы на канале компании Като и Гладпро. В этом выпуске мы поговорим про нестандартные скошенные окна, как современно оформить окна бархатом, про шторы с ручной складкой и про сочные цвета в текстиле. Если вы еще не подписаны на наш YouTube канал, подписывайтесь, у нас много классных роликов. В данном проекте используются профильные карнизы белого цвета с креплением в стену. Пока монтажник устанавливает карнизы, мы цепляем крючки на полотна и подготавливаем их к развесу. Здравствуйте! Сегодня у нас новый объект. Это двухэтажный дом в очень красивом месте, живописном. На сегодняшний день мы планируем установить только второй этаж и развесить шторы. Первый этаж будет продолжением, пока идет ремонт. Тюль на все окно отшита на шторной ленте с карандашной равномерной сборкой. Плотные бархатные шторы насыщенного цвета отшивались с ручной складкой. По ровной части карниза изделие прекрасно двигается, а по скошенной части штора развешивается на крепкую ленту велкра, она же липучка. Полотно также собрано на ручную складку. Таким образом заказчикам будет очень удобно снять шторы для стирки и развесить их обратно. Вот у нас на окне появились вот такие замечательные шторы из велюра. Портьеры. За ними получается легкий вуаль молочного оттенка. Тоже очень нейтрально, красиво смотрится. Шторки мы пока не отпаривали. Они у нас на ручной складке. Очень эффектно все это выглядит. Идеальное сочетание с цветом обоев попадает вот в этот изумрудный оттенок. Скоро будем отпаривать. Мы переходим в соседнюю спальню для развеса штор. Она идентична по форме окна. Досмотрите видео до конца и вы увидите фото штор в интерьере. Параллельно идет развес штор в главной спальне. Здесь карниз повторяет форму потолка. Есть две скошенные части и ровная. Пока устанавливаются карнизы, шторы подготавливаются к развесу. Тут присутствует очень красивый декор стен. И чтобы его подчеркнуть, портьера подобрана двусторонняя. Сочная лицевая сторона и контрастная темная изнанка. Сочная лицевая сторона и контрастная. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Для транспортировки все изделия упаковываются в плотный полиэтилен, чтобы минимизировать заломы и исключить повреждения. Если у вас есть шторы, которые вы не знаете как стирать или устали от стирки и утюжки большого количества ткани, вы всегда можете обратиться к нам. У нас работает услуга химчистка под ключ. Мы сами снимем шторы, постираем, проведем антибактериальную обработку, отпарим, привезем и развесим. Вам ни о чем не нужно будет переживать, мы все сделаем за вас. Подписывайтесь на наш YouTube канал, он посвящен дизайну штор на заказ и тому, как можно невероятно украсить интерьер текстилем. У нас очень много красивых видео наших работ. Переходите, смотрите и комментируйте. Мы благодарны каждому нашему клиенту за доверие в оформлении ваших окон. Мы создаем красивые шторы для красивых интерьеров. Звоните прямо сейчас и они станут вашими. Закончился монтаж и развес нашей финальной комнате на втором этаже этого проекта в таких вот он ярких, сочных тонах. Очень красивая изнаночная сторона у ткани идет контрастного черного цвета, очень хорошо гармонирует с мебелью. Вот такие тоже подхваты с деликатным руликом, также темного цвета. Скошенные окна можно подбирать на подхват одну большую часть в сторону, вторую тоже либо на подхват, либо оставлять полностью распущенным в прямом положении. Так как здесь шторка не объемная, ее даже может быть лучше будет оставлять вот просто прямой. Скошенная часть карниза, она у нас выполнена на липучке, для того, чтобы шторку можно было вот так легко снять. Здесь также пришита мягкая часть велкра. Все очень легко снимается, легко одевается. Обработка низа, тюля, заводской утяжелитель. Это было пожелание заказчика, смотрится очень элегантно, красиво, держит форму и складку. Ну а сейчас мы вернемся в первоначальное наше помещение с ярко-изумрудными шторами. Все, наша комната готова, уже все отпарено, отглажено и красиво задрапировано. Вот в таком виде, собственно. Планируем оставить одну портьеру, та, что идет на скос под подхват, вторая, чтобы висела вот просто прямо. Хотя, опять же, есть возможность ее тоже посадить на подхватик. Прямая штора является функциональной, то есть она как раз закрывается до скоса. И, соответственно, скошенная часть просто опускается с подхвата. И вот еще одна гостевая. Она выполнена в таких вот теплых шоколадно-кофейных оттеночках. Достаточно монохромная, спокойная. Та же самая история, что и в предыдущей комнате. Прямая штора является рабочей. Штора на скос на подхвате закрывается, собственно, тем, что отпускаешь просто подхват. Комнаты зеркальные, поэтому практически и размер совпадает, и, собственно, модели. Подписывайтесь на наш канал на ютубе. Там вы можете посмотреть наши работы, качество выполнения или заказать шторы для себя. Наши дизайнеры работают на выезд по Москве и Московской области. А если вы проживаете в других городах России, вы можете заказать у нас готовые комплекты штор. Ссылка будет в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова